Казахстанский бизнес снова оказался под ударом. А все потому, что чиновники вспомнили свою давнюю затею. Мобильные переводы хотят облагать налогом. Это когда вы расплачиваетесь за товар неналичными и отправляете деньги со своей карты на карту продавцу, используя только телефон. Впервые об этом заговорили еще два года назад, и реакция общественности была, мягко говоря, бурной. Казахстанцы опасались, что государство узнает все их банковские тайны. Но население успокоили тогда и пытаются успокоить сейчас. Речь идет только о предпринимателях. Вот только им от этого не легче, ведь пострадает опять малый бизнес. Это небольшие магазины у дома, торговцы овощами и фруктами. Именно там чаще всего казахстанцы достают из кармана мобильник вместо купюр. И именно там, по мнению властей, скрывается значительная часть теневых доходов. Примечательно, что в новом законе налоги заговорили именно сейчас, во времена, когда казахстанский бизнес и так выживает с большим трудом. Аналитики Финпрома посчитали, за полгода в стране закрылось почти 5000 компаний. Еще 120 тысяч временно приостановили свою работу. И основная причина – пандемия COVID-19. Предпринимателям не хватает оборотных средств. Еще дорогие кредиты, конкуренция, отсутствие кадров тоже сказывается. К чему приведет введение нового налога во всем этом коронавирусном хаосе, пыталась разобраться Ксения Поленица. Денежные переводы под прицелом. Самый удобный способ оплаты товаров и услуг предложили обложить налогом. Чиновники в очередной раз решили вывести доходы казахстанцев в Истине. Уже в 2023-м предпринимателям придется платить за каждое поступление на карту. Речь не идет о дополнительном налогообложении, потому что это та же самая торговля, только вместо налички. Сейчас уже используют переводы. И эти переводы надо по закону, как и всегда, в целях снижения теневой экономики, в целях защиты прав потребителей выдавать чеки и, соответственно, отражать налоговую отчетность. Новость о том, что за удобство придется платить, переполошила всю страну. Под ударом оказался малый бизнес. Именно в магазинах у дома чаще всего принимают деньги онлайн. Бизнесмены поясняют, так они пытаются угодить клиентам. Мол, те часто забывают дома платежные карты, а мобильные всегда под рукой. Всего клик и деньги уже на счете. Впрочем, такая оплата законной не считается. Налоговики поясняют, мобильные переводы создавали для физических лиц. У предпринимателей должны быть специальные счета. Но у владельцев бизнеса своя правда. Не отказывать же клиенту. Ведь есть те, кто и на переводы чеки пробивает. Тимур Алибеков уже пять лет занимается продажей бытовой химии. Говорит, поначалу дела шли хорошо. Бизнесмен даже открыл четыре магазина в разных районах Алматы. Но пандемия внесла свои коррективы. Продажи упали. В итоге из всех точек осталась одна. После коронавируса, я вам скажу, платежеспособность рынка упала в два, в три раза. При такой платежеспособности не выгодны ничего делать. Предприниматель поясняет, с таким оборотом работать в белую сложно. Платить приходится за все. Здесь чеки пробивают даже на мобильные переводы. Иначе уследить за товаром, когда заказ и продавец сложно, уверяет Тимур. После пандемии бизнес в стране едва держится на плаву. А с новым налогом он может и вовсе пойти ко дну. Как это отразится? Негативно. Потому что при таком подходе я буду плачивать два раза. Я плачу при доходе, когда я зарабатываю эти деньги. Второй раз я плачу при расходе, когда я плачу за то, что мне нужно на эти деньги купить. Зачем тогда мне платить? Я буду наличными оплачивать. Платить больше предприниматели не хотят. Говорят, и так расходов немало. Например, службам доставки тоже нужен процент. Именно так 20% меня лупят. Еще есть налоговики за эту сумму начнут брать. Все побросают. Это мои деньги. Я куда хочу, туда их трачу. Того трогают вообще. Налогу не так платят. Он на своих налогах не живет. Налогу на транспорт платят. Налогу там на земле живет. Клотят. Что-то через шутки они перебращали. За голову взялись и те, кто к бизнесу вообще отношения не имеет. Вопрос у казахстанцев вполне логичный. Как власти будут отделять коммерческие переводы от обычных? Ведь деньги с карты на карту переходят по разным причинам. Например, в счет долга на знаменательные события и торжества или в целях благотворительности. Главное, чтобы там налогово не перепутали. Чтобы потаницы не было. Все было по-честному. Потому что там есть и свои личные переводы. Не от клиентов, а от кого-нибудь другого. Чтобы вот это все они не перепутали. В Минфине обещают, что не запутаются. Отслеживать поступления будут по специальной схеме. Какой именно, пока не ясно. Проект находится на стадии разработки. Одно известно наверняка. Физических лиц налог точно не коснется. Не исключают, что для переводов предпринимателям придется открыть счет. Развеяли чиновники и еще один популярный миф. Предприниматели думают, что при переводе будут удерживаться налоги. Но это в корне не так. Потому что принцип налогообложения так не строится. Налогопатерщик либо сам исчисляет налоги путем представления декларации. Либо начисляет его налоговым органам по итогам проверки. Еще один вопрос, который волнует казахстанцев. Банковская тайна. Бизнесмены боятся, что информация об их доходах окажется в свободном доступе. Эксперты поясняют. Налоговики могут видеть частоту переводов. И никакой тайны в этом нет. Скрыты от госорганов только суммы. Налоговая знает каждого человека, у кого открыто ИП. То есть это несложно налоговой посмотреть. Там около миллиона индивидуальных предпринимателей открыто. И сопоставить информацию, кто предприниматель, а кто физическое лицо, это как бы не составляет какого-то большого труда. Наличие банковского счета или банковской карты не является конфиденциальной информацией. То есть налоговая сможет сопоставить данные. Эксперты призывают вести бизнес открыто. Особенно сейчас, когда в стране налоговые каникулы. В качестве альтернативы предпринимателям предлагают переходить на QR. Как, например, в этой студии маникюра. Здесь проблема онлайн-переводов не стоит. С каждой оплаты клиентам возвращается бонус. Сейчас, конечно, больше рассчитываются безналом. И через QR тоже удобнее людям, чем именно просто карту прикладывают. Потому что карта не у всех с собой есть. Бизнесменов строго предупредили. Платить все равно придется. Из-за мобильных переводов государство теряет колоссальные средства. Треть экономического сектора находится в тени. Тех, кто платить за операции с карты на карту не захочет, ждет штраф. Впрочем, у экспертов другое мнение. Считают, вывести бизнес на чистую воду только кнутом вряд ли получится. Уже сейчас в системе есть лазейки. Есть предпринимательские доходы. Есть доходы, ну не доходы, а родственники помогают, друзья. Ну какие-то личные вот эти движения денег. Так вот, когда его налоговая вызовет и начнет говорить, а вы тут скрывали доходы, когда он принесет выписку. И предприниматель сможет сказать, вот смотрите, несмотря какие переводы поступали, вот моя выписка по кассовому аппарату, вот видите, вот эти суммы сходятся, я пробивал. А вот что именно в данной ситуации мешает тем же предпринимателям, например, все не пробивать, а только пару чеков пробить, да? Да. Это лазейка? На самом деле, ну это лазейка, когда предприниматель может настоять отчасти, что он прав, налоговая будет тяжелее, как бы что-то доказывать обратное. В Минфине пообещали все лазейки предусмотреть. На это у чиновников есть не меньше двух лет. Ксения Поленица, Азамат Иксанов, Айман Егинбаева. Большие новости. Субтитры создавал DimaTorzok